Оперативная обстановка и на фронтах российско-украинской войны мы обсудим с нашим военным экспертом Вангтанг Моисай, военный эксперт, политолог Вахтанг. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас, приветствую наши телезрители. Вахтанг, ну давайте тогда мы раз уже заговорили про Бахмут, эту тему и обсудим. Мы сейчас еще раз покажем карту, чтобы вы могли подробнее обсудить. Бои продолжаются, продолжается уже третий месяц полноценно и россияне говорят, что они анонсируют, что город уже вот-вот будет окружен. Но при этом, как я уже сказал, институт американский институт изучения войны заявляет, что это не соответствует действительности. Что же на самом деле происходит сейчас там? Да, ну просто российские информационные, естественно, сети и информационные службы используют так называемый эффект психологической войны. Они хотят просто прибодать желаемое за действительное. И я думаю, что как раз они не могут прогресснуть, опять я могу сказать, систему так называемого украинского линии Маннергейма. И даже не могут выйти на второй, так сказать, участок оборонительного участка украинского вооруженного силы. То есть на первом участке оборонной линии вдоль, например, от Бахмута до Маннергейки украинские вооруженные силы держатся до упора. И дают возможность врагу продвинуться вглубь и выйти на оперативный простор. Это уже понятно. Так что самое интересное, даже российские СМИ, особенно военные, как говорят, сети, очень наблюдают за пристально, что происходит в Харьковском направлении. Потому что они ожидают удар именно с этого направления. Что, естественно, как раз для них будет большим, я бы сказал, сюрпризом. Неприятным сюрпризом. Потому что это тоже повлияет на судьбу действия на Донецком участке этого фронта. И в этом контексте, я думаю, что как раз есть здесь хороший шанс уже перейти к контрнаступлению. И как-то тоже, так сказать, продвинуться вглубь оккупированного Донецкой области. Которая даст очень хороший, я бы сказал, геостратегический мотив для наращивания ударов в сторону других фронтов. То есть это Запорожский и потом Херсонский. Так что на данном этапе российские вооруженные силы, а там работают в основном не столько, так сказать, российские регулярные части. Работают наемники. Это Вагнер, там Барс и, если не ошибаюсь, даже Спарта. И местные, так сказать, сепаратисты первого и второго, второго, так сказать, первого армейского корпуса. Они сейчас стараются как-то вот такими, я бы сказал, ситуациями как-то урегулировать эту ситуацию. Как-то прорвать линию обороны, потому что сейчас, к сожалению, как говорится, на Донецком фронте у российских наемников имеется, можно сказать, оперативный, я бы сказал, оперативная инициатива на данном этапе. Но это ничего не значит, потому что они до сих пор не смогли как раз даже взять Маринку. О чем они еще много говорили, что якобы Маринка уже в детал. Хотя на самом деле это не так. То есть главные центры, это сам Пахмут, Авдевка и Маринка, вот эти главные, я бы сказал, с российской точки, пока держатся и держатся довольно успешно. Хорошо, огромная просьба. Я думаю, что это не смеется, примерно, так сказать, даже примерно неделю, даже через 10 дней. Ну мы будем наблюдать, надеемся. Мы, как здесь в Украине, всегда верим в вооруженные силы Украины. У меня огромная просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылочку на программу «Злое утро» копируйте и распространяйте среди друзей и родственников знакомых, кидайте в мессенджеры близким людям, которые, может быть, до сих пор еще заражены российской пропагандой. Давайте будем давать информацию, ту, которая есть на самом деле. Переходим к дальнейшему обсуждению. Украине удастся вернуть Крым в течение полугода. Такой прогноз озвучил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, Крым – очень уязвимый объект для удержания в обороне, что и поспособствует декупации полуострова. Есть объективные законы военных реалий, скажем так. И если ими правильно воспользоваться, то ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами, ни с представителями Альтона Крым не удержат, если все сделать правильно. Крым очень уязвимый объект для удержания в обороне, крайне уязвимый, крайне неуязвимый и крайне неудобный. Там весь этот Крым – это Крымский мост, который и так уже не очень. Но это снабжение по кораблям. Но мы можем себе представить, что будут с этими кораблями, когда подойдут наши гарпуны и нектуны на расстояние удара. Ведь подойдут и быстрее, чем многим кажется. Ну и все. Накануне освобождения Крыма анонсировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он пообещал через 6 месяцев специально поехать на набережную Ялта, чтобы включиться в эфир украинского телевидения. Срок, названный поддалеком, это конец мая 2023 года. Высказывание советника главы офиса президента совпадает с прогнозами начальника военной разведки Кирилла Муданом, который заявляет, что война будет длиться не так уж и долго. И до конца весны 2023 года вооруженные силы Украины войдут в Крым. Бахтанг. Вот, скажем так, некий набор информации, связанный с Крымом, и все совпадает с одной датой. Полгода, конец мая. Насколько эти предположения официальных лиц военных и политических Украины соответствуют действительности, реалии? И, ну, что бы вы могли посоветовать тем российским гражданам, которые после 2014 года незаконно приобрели там недвижимость и стали жить? Ну, я тоже, так сказать, дай бог, дай бог, что оно так и было. Я думаю, что так оно и будет, потому что как раз это все будет зависеть, насколько в кратчайшее время линия обороны Херсона пойдет. Или, как говорится, как раз рассыпется... Вы имеете в виду линия обороны правого, левого берега Херсонс? Да, левого берега, естественно. Потому что как раз, я бы сказал, гравитационный центр сейчас скован как раз в сторону Херсона. Коллеги, давайте, пожалуйста, покажем эту карту и будем двигаться. Да, конечно. Естественно. Да, сейчас покажут карту и... Да, мы сейчас пока... Ну, вы продолжаете, сейчас карту как раз покажут. Да, конечно. Ну, естественно, все это будет зависеть от тех событий, которые произойдут с начала весны и лета. Потому что как раз именно в это время будут активизированы боевые действия. Я думаю, что вооруженные силы Украины как раз смогут, соответственно, так сказать, создать оперативные и срадийские резервы, создать ударную группировку в сторону Херсона и в сторону, как говорится, крымского направления. Давайте будем точнее, не Херсон, а Херсонской области, потому что Херсон уже освобожден. Я прошу вас, Фактан, быть более корректным в высказывании. Конечно. Ну, корректным в контексте, что Херсон может стать главным, как говорится, источником для наращивания ударной группировки. Я имел это в виду, как говорится. Все окей, да, да. Не то, что Херсон, естественно, это с своей точки зрения как раз абсолютно приемлемо. То есть освобождение Херсонской области как раз примыкает к освобождению Крыма. И битва за Крым как раз может стать главным, так сказать, цитателем и главным решающим битвой за всю эту войну, которую русские... Да, 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 Вахтанг, слушаем вас. Вахтанг. Вахтанг. Да, который сейчас ведется на фронтах. Мы вас слышим, продолжайте. Продолжайте, Вахтанг. Ой. Алло. Вахтанг, мы вас слышим, продолжайте. Слушайте меня. Да, 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 продолжайте. Извините, немножко обрывается связь интернета. И я думаю, что как раз битва за Херсон может стать главным решающей битвой за всю эту войну и решить судьбу, естественно, этой военной кампании в пользу наших вооруженных сил. И в этом контексте, думаю, что еще, так говорится, наращивание усилий в сторону других фронтов, которые будут отвлекающим маневром, еще более усилит завершение этой стратегической операции. То есть битва за Крым, а до этого за полное освобождение Херсонской области, то есть той части Херсона, которая сейчас оккупирована, является главной целью, я бы сказал, георгийской целью военного командования украинских вооруженных сил и, естественно, самых вооруженных сил Украины. Я думаю, что как раз эти цели очень осуществимы, потому что как зимний период, оно будет, естественно, более замедляться, боевые действия. Я думаю, что даже у российских оккупационных сил будут проблемы с снабжением и, естественно, с координацией. И, естественно, что самое главное, организационными моментами, как говорится, усиления той оборонной линии, которая сейчас проходит по всему фронту, значит, в оккупированной части Украины. И, абсолютно говоря, можно сказать, что и наращивание еще военно-морского потенциала украинских вооруженных сил и абсолютно наращивание ударного потенциала с моря тоже позволит украинским вооруженным силам как раз усмешно начать и завершить крымскую кампанию на весну и лето будущего года. Ну, насчет, насколько скоро окончится вся, так сказать, война и кампания, да, ну, как раз битва за Крым, надеюсь, что будет успешным, но это не будет означать, что война может закончиться. То есть, это битва за Крым, это будет то, что украинские вооруженные окончательно, так сказать, овладеются религиейской инициативой, и они будут уже владеть ситуацией, что даст возможность уже для освобождения других оккупированных регионов. Я имею в виду. То есть, вы предполагаете, Махтан, вы предполагаете, что Крым будет докупирован раньше, нежели отдельные районы Донецких и Луганских властей? Да, ну, так фактически можно и осматривать этот сценарий. Я думаю, что сейчас как раз у украинских вооруженных сил есть очень хороший фон на, я бы сказал, кросс-стратистическом уровне. То есть, они сейчас имеют полную инициативу, значит, на Херсонском направлении, еще хочу сказать, той линии, которая сейчас оккупирована части Херсонской области. Есть хорошая, так сказать, форс-мажорная ситуация, чтобы как раз наступать в сторону Крыма. То есть, Крым будет как бы такой надлом для Кремля, потому что с Крыма началась военная кампания в Украине. То есть, это первая фаза, я могу сказать, войны в Украине. То есть, Крым это был для Кремля, я бы сказал, успешным, успешной операцией гибридной войны. И всегда, вот Путин, как говорится, подчеркивает, что Крым это его достижение. И с этим достижением как раз, в кавычках, Путин и закончит свое политическое будущее. Так что уже, потому что в России уже начался транзит власти. Ну, о транзите власти и дальнейшей шторе мы поговорим, возможно, с другими экспертами. А с вами, как обычно, мы обговорим военную тематику. Итак, Российская Федерация перекинула в Беларусь большой эшелон военной техники. Он, по меньшей мере, составляет из 15 единиц ЗРК ТОР-М2, 10 единиц инженерной техники. Эшелон был отправлен с железнодорожной станции Ейст в Краснодарском крае. А пунктом назначения является станция Лесная Брестской области. Более того, по информации СМИ, это не последний военный шлон из ЗРК ТОР-М2, который Россия планирует перебросить в Беларусь. Развернув войска на территории Беларуси, в ноябре 2022 года Кремль пытается усилить российский учебный потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Запад. Такое предположение высказывает в Американском институте изучения войны. По данным западных аналитиков, Кремль хочет удерживать силы обороны Украины вокруг ее столицы, чтобы подтвердить их использование на Южно-Восточном фронте. В то же время предотвратить. В то же время, как повторное российское наступление на северные границы Украины, маловероятно. Давайте обсудим эту часть, для чего перекидывается. Брест – это все-таки граница Украины, это западные границы с Польшей, то есть не на Киев, а именно в той части, в районе границ с Польшей. Давайте подробнее обсудим эту тему. Я, что и говорил в предыдущем нашем включении, по-моему, мой прогноз тоже оправдался, потому что как раз российское командование хочет создать у границы Польши и даже Литвы, на границах с НАТО, как раз такой, я бы сказал, мощный ударный кулак, по-моему, который создаст более-менее как военную угрозу в сторону НАТОвского направления. И как раз вот эти тактические системы ПВО перебрасывают для того, чтобы усилить данную группировку. Я думаю, что еще будут перебрасываться, будут переброшены несколько тоже таких, я бы сказал, оперативных, стратегических уровней систем ПВО и ПРОО. И это уже означает, что Россия, Польша и Россия, Беларусь приняли решение создать такую региональную ударную группировку, которая будет иметь одну единственную цель. Создать военную или создать такую имитацию военного удара по, так сказать, НАТОвских структур, которые сейчас развертываются вдоль границы Беларуси. И как раз вот, ну, невозможно, так сказать, иметь такой эффект психологической войны. То есть нарастание психологической войны и противооборство с силами НАТОв. То есть вы не видите перспективу использования этой группировки для наступления на северо-западе Украины? Ну, вряд ли. На данном этапе вряд ли. И даже в будущем тоже. Прилежать буду тоже. Естественно, так что эта группировка не будет национальна на создание такой ударной группировки СТОРОС с северного направления, потому что этого не имеет никакого значения, прямо могу сказать. Потому что когда фактически фронт, линия фронта еще не является ровным и не выравнивается. Не выравнивается. Не выравнивается, извиняюсь. Даже на уровне, так сказать, Донецкой, Луганской и даже оккупированных херсонских областях. То сейчас о каких-то еще, так сказать, наступательных идеях можно говорить. Это возможно было, если в том случае, если, как говорится, линия фонда была бы, так сказать, ровным, и был потенциал наращивания наступательных операций на, так называемом, на Восточном фронте. А без, так сказать, такого потенциала еще думать о наращивании удара с севера не имеет никакого значения. На данном этапе. Ну вот вы говорите отсутствие потенциала. Но может ли частично мобилизованные, которых собрали по заявлению Путина более 300 тысяч, по данным, которые озвучивал Арестович, меньше 300 тысяч, 200 там с чем-то тысяч, могут ли эти силы, человеческий ресурс, стать той самой потенциальной силой для начала очередной атаки на территорию Украины с севера? Ну, в теоретическом, даже вот в персидентном моменте, да, конечно, они могут, если их будут перебрасывать, и на рее ударной, так сказать, возможности группировки, которые стоят, например, на Донецкой и Луганской оккупированных территориях и в оккупированных Херсоне, если они еще будут наращиваться, то, естественно, в этом контексте имеет смысл, так сказать, такому сценарию, как говорится, введение этого в этом контексте. Но я на сегодняшний день не вижу никаких перспектив, что эти мобилизированные, так сказать, части перебрасывались именно в оккупированную Украину. Я не знаю, чем это связано, и почему, так сказать, Кремль как-то оттягивает данный процесс. Мне это сейчас трудно с этим, как говорится, как-то объяснить. Может, это связано с внутренними проблемами, может, это связано с тем, что на местах еще не могут, как говорится, создавать те условия, чтобы их, как говорится, провести с ним учебные, как говорится, так сказать, тренинги, еще, так сказать, наращивать, соответственно, как говорится, и развертывать, так сказать, боевые части. То есть это у них проблема и является такой, я бы сказал, дилеммой. И этих мобилизованных не могут, так сказать, перебрасывать на фронтах. Ну, так или не так, но в целом, можно сказать, что никаких, так сказать, пока что, как говорится, признаков того, что эти силы будут переброшены как раз для наращивания ударного потенциала вот как раз российской стороны, пока нет. То есть это еще говорит, что российские вооруженные перешли уже в таргетскую оборону и просто сейчас они как-то удерживают те линии обороны, на котором они сейчас еще держатся. Хорошо, Вахтан, давайте будем двигаться далее. У нас еще много тем для обсуждения. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины уничтожили еще 480 оккупантов. В общей сложности за 279 дней вторжения россияне не досчитались. Восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят военных. Кроме того, Генштаб подтвердил, что в городе Сватово, Луганской области, удалось ликвидировать одно из подразделений российских войск. По предварительной информации, потери врага там составляют до 20 военнослужащих, погибшим более 30 раненными. Также за минувшие сутки оккупанты потеряли еще три танка, два артиллерийских системы и немаловажно два самолета. Вчера было сбито. Вы, Бактанг, прекрасно знаете, что сбитый самолет – это достаточно большой успех. Бактанг, вот про потери российских войск давайте поговорим. Насколько они адекватны для подобного рода войны? Это я как к военному эксперту обращаюсь. Я понимаю, что подобная рода война континентальная – это первая за современную Вторую мировую войну, такой по масштабам, но тем не менее наверхка в военных академиях обсуждается, ну, как бы, когда готовится, учится. Вы скажите, насколько все-таки 480 человек при подобного рода боевых действиях – это адекватные потери? Ну, это, естественно, адекватные потери, потому что ударная мощь наступательных вооружений сейчас повышается. Тем более таких, так сказать, наступательных вооружений не было ни во Второй мировой войне, ни во время холодной войны. Сейчас идет уже, так сказать, переход от четвертого поколения войны к пятому поколению войны. Здесь, естественно, технологическая мощь дается о себе знать. И то, что, так сказать, сейчас удары с воздуха, которые сейчас нацелены с тронов и с боевых, так сказать, самолетов, и особенно, так сказать, то, что уже, так сказать, на боевых расчетах принято оружие, так называемого, умных видов вооружения, которые точностью, как говорится, добивают цель, ну, минимум, так сказать, от реви, максимум от одного до пяти метров, так сказать, прицеливания. Я думаю, что такие вот масштабы сейчас адекватны вот к тем потерям, которые несут вооруженные силы Российской Федерации. Тем более, что если мы сопоставим те вооружения, которые сейчас получают украинские вооруженные силы, свои вооружения, которые получают сейчас, например, российские вооруженные, то перевес на стороне украинцев, потому что, во-вторых, так сказать, они получают более точные, так сказать, ударные... Вахтан, да, Вахтан, да, Вахтан, давайте, Вахтан, про вооружение мы чуть позже будем говорить, пока реально давайте пройдем по... Так что адекватно, как говорится, можно оценивать данные, так как, от потери. Ну что ж, давай... Это специфика такой войны. Я понял. Это новой, модернизированной войны. Я понял, да, смотрите, еще Сватовское направление, Сватово-Кременная, что происходит там, давайте тоже как-то зацепим это по карте. И напомню нашим зрителям, что украинские военные, первый прорыв был до оккупации очень сильной, это Харьковская область, и вышли на просторы Сватово-Кременная, то есть дооккупировали даже частично Луганскую область. Что происходит там, в каком состоянии боевые действия происходят именно на этом Луганском направлении? Ну, насчет Сватово, здесь есть очень важный, потому что Сватово является главным, так сказать, краеугольным связующим узлом. Есть концентрированные многие, так сказать, перевалочные пункты, о котором перебрасываются с России те части и те вооружения, которым снабжается так называемый Луганский фронт вооруженных сил, то есть оккупационных сил Российской Федерации. И захват и освобождение, как говорится, Сватово уже, так сказать, является то, что от Сватово можно создать, такой я бы сказал, ударный кулак для дальнейшего наращивания успешного наступления уже вглубь Луганской оккупированной территории. И в этом контексте вот как раз от Сватово можно уже начать погрызывание той оборонной линии, которую сейчас российские вооруженные силы уже создали, значит, вдоль линии Луганской области. И в этом контексте, то есть Сватово является таким, как кумулятивным, так сказать, точкой отчета для того, чтобы как раз, как в свое время был изюм, вот по линии Харковского фронта. Я думаю, что как раз от Сватово как раз начнется и освобождение уже Луганской территории. И борьба за Сватово как раз является очень важным фактором в этом деле. Двигаемся далее. Угроза массированных ракетных атак российских войск сохраняется. Однако Украина готова к отражению воздушного нападения. Об этом уверяет спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Россия может нанести новые ракетные удары по территории Украины в любой момент. Уже с начала недели наблюдается высокая авиационная активность самолетов Российской Федерации. По информации из открытых источников видно, что Россия пытается сконцентрировать как можно больше разного вооружения для защиты от контрнаступления Украины. Так, на авиабазе «Энгерс-2» сейчас сконцентрировано около двух десятков стратегических бомбардировщиков. Это Ту-95МС и Ту-160, часть из которых уже оснащена ракетами. Ракеты подводятся в Севастопольскую бухту. На юге России стягиваются комплексы С-300. Несколько установок замечены и в Запорожской области. Также вооружение пополняется юг Беларуси. Однако пока сказать, применять ли оккупанты визит арсенал, и когда его применять, невозможно. Тем временем пропагандистские средства массовой информации даже не скрывают свои военные преступления. Более того, прямо на федеральных каналах оправдывают обстрелы России украинской инфраструктуры. Они готовятся взять наш Крым. Ну а мы делаем, единственное, что мы можем делать в этой ситуации, мы бомбим. Мы бомбим каждый день. Бомбим инфраструктуру. Видит Бог, мы этого не хотели. Никто этого не хотел. Мы с тобой этого не хотели. Я прекрасно знаю, что во власти этого не хотели. Мы же вот опять, мы добрые, вежливые и даже в чем-то кроткие. Мы вот такие мягенькие, добренькие, доверчивые, кроткие. А надо ли это? Доверчивые. Сейчас, когда мы видим, что каждый день уничтожается инфраструктура, которая помогает Украине воевать, убивать наших людей на уже наших территориях, меня изумляют люди наши, которых я знаю достаточно, к сожалению, много, в том числе очень высоких кругах, которые этого боятся и в каком-то смысле боятся называть вещи своими именами, потому что а как же, что подумают там? Там белые и пушистые, вы заметили? Они скромные, кроткие. Белые и пушистые, как борода Кирилла. Они начинали войну даже. Да, Кирилла Гундяева, да, они начинали войну. Но тем не менее, давайте про обстрелы поговорим. Мы здесь в Украине, понятно, что мы готовы. Во-первых, давайте все-таки напомним наших зрителей, что ракетные обстрелы в принципе не прекращаются. Они начинались еще с первых дней. В первых дней сотни ракет летели на территорию, ну, я имею в виду, с первых дней начала полномасштабного вторжения, на территорию Украины летели сотни ракет. Просто они сосредоточились сейчас именно на энергетической инфраструктуре. Насколько, вот все обсуждают один и тот же вопрос, насколько у России хватит запасов потенциала ракетного на подобного рода обстрелы? Раз, два, четыре, десять, либо это бесконечно? Я думаю, что на первые дни, на первое, так сказать, короткое время, как раз у них, к сожалению, есть запасы. Ну, первое короткое время это сколько? Вахтанг, это сколько? Да, ну, примерно, так сказать, максимум, так сказать, на месяц, я могу сказать, потому что они сейчас фактически концентрируют комплексы С-300, и их, так сказать, ракеты могут еще использовать как ударные, как говорится, на эмилии оружия. Ну, смотрите, Вахтанг, перебью вас, но С-300 это ракеты, которые используются в тактическом варианте при обстреле при фронтовых зон. С-300 невозможно бить с территории, допустим, Белоруссии по Киеву. Ну, просто, насколько я понимаю, может, я ошибаюсь, это просто не долетит. Вот, это удары прямые... Да, естественно, с Белоруссии нет. Да, это прямые удары по при фронтовым городам. С статистикой территории, да, с Харьков, так как, вот, с территорией и так далее, да. Да, я говорю о том, что вот это вот массированный, кроме С-300, по при фронтовым городам, здесь очевидно и понятно, и здесь ясно, что до момента, пока эти при фронтовые города не окажутся в зоне удаления, будут бить и РСЗО, и С-300, также Харьков пока еще, к сожалению, находится в зоне попадания, но это уже, наверное, после... В зоне удара, да. Да, после деоккупации, полной территории и окончательного падения путинского режима эти вопросы будут решаться. Я имею в виду именно про ракеты дальнего действия, которые россияне, допустим, бьют с самолетов по территории Южной Волги, с Энгельса, это Саратовская область, вот они поднимают бомбардировщики, бьют, у нас здесь говорят сразу, что взлетел самолет, через час, ну, то есть засекают тут же эти выстрелы, говорят, там, через 20 минут, через час эти ракеты будут там-то, 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 да, и мы это понимаем. Вопрос в этой истории, насколько вот этих ракет может хватить у россиян, у них там бесконечное количество, ограниченное количество, потому что мы пока еще четко это не понимаем. И что может стать причиной того, чтобы Россия прекратила, ну, правильно сказать, не прекратила это, конечно же, полный разгром России, а чтобы у России не было возможности воспроизводить эти ракеты? Ну, опять же, то, что они сейчас не используют, не могут использовать в циклическом варианте, а только используют в верном контексте, так называемом, когда они ударяют по некоторым, так сказать, видам периода времени. То есть они это не постоянно ударяют, это не ударяют, это говорит о том, что у них есть, естественно, какой-то лимитированный, так сказать, уровень данных и видов вооружения, то есть у них небезыграничный, как говорится, такой потенциал, который они имели еще до начала военного уторжения в Украине, тогда они имели, естественно, такой большой, так сказать, уровень этого вооружения, Но сейчас у них немножко испаряются эти виды оружия, и то, что они сейчас используют в величном контексте некоторое время спустя, это уже говорит о том, что у них заканчиваются запасы данного вида политических ракетных систем, которые запускают стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, и то, что они сейчас не используют даже свои кинжалы из своих истребителей МиГ-31, тоже уже говорит о многом. То, что они сейчас уже перешли на так называемые стратегические ударные виды ядерного оружия, но, естественно, сейчас используют как бы в обычном контексте, они уже перешли на стратегический резерв. То есть это уже говорит о многом. И я думаю, что как раз, ну, максимум, на чем такое вооружение может годиться, ну, максимум, так сказать, это один месяц. И то, так сказать, эти цели могут быть перехвачены. Тем более, что сейчас Украина уже получает новые виды, значит, систем ПРО, не говорю уже ПВО, с которым можно уже перехватывать вот такие вот данные цели. Окей, ну, будем надеяться, что действительно месяц это то, что осталось нам здесь в случае обстрелов потерпеть. Но, тем не менее, вот информация уже у нас есть. Сегодня-завтра в Украине все в напряженном состоянии, ожидают новых обстрелов. Напомню, что после первых обстрелов 10 октября по критической инфраструктуре, по энергетике начались веерные отключения. На прошлой неделе последний удар привел к небольшому блок-ауту, но, знаете, как-то бодрее стали. Напомню, что королева Великобритании прожила 96 лет, а в Англии, как известно, спят в холоде. Так что, значит, здоровее будем, во-первых, и дольше жить. Ну что ж, давайте далее переходим. Весной в Российской Федерации обсуждали возможность ядерного удара по Украине. Такую информацию публикует издание Newsweek. Сообщается, что тема применения ядерного оружия обсуждают генералы Российской Федерации и сотрудники ФСБ. Сам Путин на таких разговорах не присутствовал. Начиная с 4 марта источники из ФСБ якобы регулярно посылал сообщения российскому правозащитнику Владимиру Осечкину, раскрывая недовольство внутри службы из-за войны против Украины. Письма были получены за несколько месяцев до того, как Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты своей территориальной целостности. Однако сейчас разговоры о ядерном оружии поутихли. Путин и Медведев снизили градусы в агрессивной риторике после окрика с Китая. Такое изменение подметили в издании «Заимовского тайна» после того, как о недопустимости ядерной угрозы заявил премьер Китая Ли Кяцян, а затем председатель КНР Си Цзиньпинь. Ни президент Владимир Путин, ни замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев не проронили ни слова о возможном использовании арсенала доставшейся России в наследство от СССР. Накануне же кремлевский диктатор намекал миру на ядерный удар и даже упомянул соответствующее учение. А Медведев уверял, что Российская Федерация вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. Давайте про тему ядерного оружия и поговорим. Насколько это действительно соответствует действительности, как вы считаете, и что риторика воинствующая ядерного штатажа, скажем так, даже не снизилась, а исчезла на данный момент. И это результат влияния Китая. Ну, естественно, я абсолютно согласен с такой постановкой вопроса, абсолютно точно. Так оно и есть, потому что здесь фактически появился неформальный альянс, я бы сказал, стратегический ядерный альянс, неформальный, между США и Китаем против Российской Федерации. Это уже тоже можно, так сказать, сказать. Возможно, Китай и Россия, Китай и, извиняюсь, США являются главными, так сказать, даже военными соперниками, но именно вот в стратегическом балансе сил и в стратегическом держивании как раз был создан уже фактически неформальный альянс между Китаем и США против России. И это уже возымало на действия российских политиков, и их, так сказать, пыл был убавлен, спавлен. Так что я думаю, что сейчас как раз ни Медведев, ни Путин, ни решатся как раз опять начать разговоры о ядерном шантаже. Но насколько это как раз на них подействует на такое долгое время, это мы еще увидим. Насколько это такой пыл, такого союзского альянса хватит для того, чтобы Путин и Медведев отказались от политики ядерного шантажа, это вопрос времени. Но я думаю, что в данном контексте они поняли главный меч из Вашингтона, из Пекина, что с ядерным, так сказать, оружием немножко надо, как говорится, свой пыл сбавить. И они уже это приняли во внимании. И тем более, что сейчас как раз в каком состоянии находится ядерная триада Российской Федерации, это тоже, как бы я бы сказал, остается отдельным вопросом для обсуждения. Насколько оно, как говорится, является повышенной боевой готовностью, насколько оно будет эффективно, если такой сценарий будет возможным. Ну, давайте далее двигаемся. Я думаю, что как раз, да. Далее двигаемся. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины ракеты дальностью 800 и более километров. Об этом политик написал в своем твиттере. Почеркнул, что вооружение позволит значительно сэкономить на генераторах. Сегодня стало известно, что Словакия передала Украине 300 боевых машин пехоты БМП-1. Об этом рассказала министр обороны страны Ярослав Надь. Швеция выделила Украине самые крупные в истории двусторонних отношения и пакет помощи. Об этом глава Министерства иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрэм заявил 28 ноября на совместной пресс-конференции глав МИД Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции в Киеве. В новый пакет входят наземные системы ПВО, боеприпасы, транспорт, зимние оборудования, униформа, панцерники, а также 270 миллионов. Бильстрэм также добавил, что финансовая часть помощи позволила Украине найти больше нужного оборудования и произвести его на международном рынке. Кроме того, Швеция должна разрешить продажу истребитель СААП «Джаз-39 Гриппен», в которого заинтересована украинская страна. Об этом заявил депутат парламента Швеции Магнус Якобсен. Он уточнил, что так как Швеция все равно уже поставляет Украине вооружение, то должны иметь возможность также продать необходимое. Давайте про поставки. Насколько увеличились поставки, какие перспективы. Вы говорили, мы тоже в эфире здесь недавно говорили о ракетах, которые компания «Боинг» обещает к весне 2023 года. Что в этом плане происходит? Поставки наращиваются, и это еще видно на ходе боевых действий уже на украинских фронтах. Это уже факт. И они еще будут наращиваться. Особенно я имею в виду зимние оборудования и зимние виды оружия. То есть здесь передаются такие оружия, которые поможут, так говорится, защитить глубокие фланги и даст возможность врагу перерезать главные транспортные артерии и ударить по ним. Особенно сейчас после таких случаев, когда уже российские ВКС и даже вооруженные силы наносят удары по, так сказать, я бы сказал, сегментам, так сказать, секторам в контексте энергобезопасности, по энергосистемам. То же самое они могут сейчас и наращивать удары по логическим, так сказать, концентрациям и таким вот центрам. И для защиты вот таких центров обязательно нужно наращивать, так сказать, оборонные, как говорится, вооружения в контексте ПВО и ПРО. И то, что сейчас западноевропейские страны и особенно, как говорится, страны, такие как Швеция, Финляндия, уже начали, тоже включились. И то, что возможна будет, так сказать, продажа истребителей СААП, то есть это тоже увеличит возможности ПВО. Потому что как раз данные виды истребителей можно использовать как, значит, главные средства перехвата полистических ракет и уничтожения тех, значит, и штурмовиков, которые, как говорится, наносят удары уже, как говорится, при фронтовой зоне и даже вглубь. Так что в этом контексте, я думаю, что, то есть наращивание вооружения идет в полном ходе и своим, как говорится, чередой. Своей чередой. То, что уже, по-моему, сейчас придется третье, так сказать, транш по линии Ленд-Лиза, и я думаю, что скоро это узнает соответствующий, как говорится. Противник узнает точно. Ну, то есть наши зрители. Огромное спасибо, Вахтанг Моисай, военэксперт, политолог был с нами на связи. Огромное спасибо.